Не очень понятно, как это все устроено. Похоже. Пошло. Так. Здравствуйте. О, да, точно, есть кто-то. Привет. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Я рада, что вы пришли. Если кто-то меня слышит, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы я понимала, что что-то все-таки происходит. Есть. Отлично. Здравствуйте. О, привет. Привет. Привет всем. Так. Окей, прекрасно. Так, товарищи, пока мы тут собираемся... Так, я уберу один, чтобы слышать. Так, пока мы тут все собираемся... Собираемся. Пока вот народ подтягивается. Я вам расскажу, как я хочу это провести. У нас будет час времени на то, чтобы поговорить. И после этого через час нам... И что, я не записала. Я не взяла. А вот мой час. И через час нас выключат. Итак, теперь к нам присоединится буквально через 2 минуты к нам... Спасибо, спасибо за плюсики, все отлично. Так, буквально через минуту к нам присоединится Анечка. Анечка, это моя петербургская подруга. Она преподает английский и занимается иммиграцией в Канаду. Да, поскольку мы тут все иммигранты, в основном собрались на канале, это те иммигранты, кто уже выехал в Италию, либо собирается выехать в Италию, то у Анечки, ее друзья, это те, кто выехали в Канаду, либо собираются выехать в Канаду. Поэтому вот как-то мы будем все-таки вместе. Вот. И еще. Так, непонятно. Анечки пока нет. Она к нам присоединится, сказала, через 2 минуты. Вот. Что я хочу рассказать вам вообще по поводу иммиграции и как это выглядит. Мы потом перейдем к серьезным разговорам, перейдем к коронавирусу и к тому, как себя вести во время вот этой вот... О, все, пришла. Анечка пришла. Сейчас мы ее как-то вот добавим. Как это вот устроили. Сейчас. Визуалитца. Оп. Привет. Привет. Так. Все. Вот. Так. Я тут коротко рассказала о том, что придет Анечка, у которой в основном иммигранты в Канаду. Только здесь у нас на канале собраны в основном люди, которые уже переехали в Италию. А твои ребята, это те, кто переехали в Канаду. Ну, в любом случае, мы все русскоговорящие иммигранты или те, кто только собирается переехать. В любом случае, мы все равно остаемся на связи. И сейчас вирус нам еще раз показал вот эту возможность, показал вот это вот, что бывает так, что между нами расстояние. Бывает, что расстояние сейчас нельзя выходить между людьми. Расстояние один километр, да. Либо кто-то переехал, и между нами расстояние там 10 тысяч километров. Как, например, я в Петербурге. Анечка в Петербурге. Ее там друзья где-то в Канаде. Это вообще какое-то количество. Мои друзья тоже вот, они в Италии все. Но тем не менее, мы спокойно можем собраться на интернете, и мы становимся рядом. Вместе мы можем о чем-то поговорить, чем-то поделиться. Мы есть друг с другом. Это не значит, что если кто-то уехал, то все потерялся навсегда. А остался один, где-то там оторван от людей. Мы все равно остаемся вместе, ну, как будто бы не уезжали. Поэтому этот коронавирус подчеркнул еще раз важность того, что на интернете мы можем оставаться вместе. Что точно такое же вот, ну, как-то вот. Точно так же можно посидеть с подружками, потрещать. Точно так же можно обговорить что-то важное. И по делу, и не по делу. В общем, все в порядке, ничего особенно не изменилось. Коронавирус оказался слабаком. Так. Ну да, я тоже считаю, что это очень замечательно. Что с одной стороны, конечно, понятно, какие сейчас происходят изменения. И понятно, что это несет за собой какие-то угрозы. Но все равно мне кажется, что светлая сторона – это то, что как-то люди между собой начинают объединяться, и появляется какая-то общая идея даже. Сплочение такое. Да, вот. Спасибо, Анечка. Теперь я хочу рассказать немножко о том, как вообще выглядит вот эта вот история с этим коронавирусом, как она выглядела для меня, и что я особенного заметила. Я заметила, что сейчас, кроме вот коронавируса обычного, идет еще одна эпидемия параллельно. Вот вторая эпидемия, на которую, может быть, вы не обратили внимание, это эпидемия страха и ужаса. Ну, то есть первые моменты, когда были вот так, как вот, допустим, вот как только началось вот это все, вот история, о боже, о боже, все умрем, все умрем, все вокруг умирает, вокруг трупы-трупы. И что у меня было? У меня было такое вот, открыть быстро Facebook, открыть что-нибудь, эдакое, почитать, 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 все, начитаться, начитаться. И сколько я так смогу? Я так долго не смогу. Поэтому через какое-то время приходится выдохнуть, и вроде как бы появляются силы, что можно заново что-то читать, заново что-то узнавать. И опять пойти, насмотреться, насмотреться. Боже, какой ужас! Жить не могу, дышать не могу! Опять все равно приходится выдыхать. И вот так вот по кругу. И вот это вот по кругу, оно шло у меня вот пару дней, пока я не заметила, как мне становится плохо от этого. Что вот этот ужас, он просто передается фактически друг другу. То есть, если от обычного коронавируса мы можем как-то защититься масками, еще чем-то таким, то от ужаса, который... Меня слышно? Надеюсь, слышно? У меня еще Танечка зависла. Да-да-да, все. Так. Да. Если от обычного коронавируса, который там на улице, можно защититься, закрыв дверь, можно защититься какой-то маской, перчатками, еще чем-то, он физический, он простой, от него можно защититься, то от волны этого ужаса, который распространяется и лезет со всех щелей, и который неожиданно появляется, вот просто входит в мой дом моментально, как только я открываю телефон, от него защититься практически невозможно. Это должна быть какая-то вот своя, очень сильная иммунитет против вируса страха, против вируса ужаса. И я помню, как это сработало, потому что вот как раз Анечка была тем человеком, который в какой-то момент мне очень помог именно вот это ощутить, потому что у нас в группе, я перестала вообще вот там общаться, совсем читать вот эти всякие ужасы, всякие эти, и у нас в группе одна девочка там сказала «Бух!», и я сразу засуетилась «А-а-а! Боже, 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 боже!», и Анечка говорит «Да ладно, подожди, сейчас еще посмотрим». То есть секундная помощь другого человека, который пока не заразился этим ужасом и страхом, который говорит «Не-не-не, подожди, все еще нормально, сейчас еще посмотрим». Эта секундная поддержка вот человека, оставшегося разумным в ситуации ужаса, она помогла восстановить равновесие. Поэтому этот ужас, он очень сильно передается, и он быстро, моментально нас захватывает всех. Поэтому прям вот обратите внимание, что это вот такая вот вещь, которая идет параллельно с этим, с обычным коронавирусом, идет вот это вот такая вот параллельное, вот это вот ощущение ужаса и страха. и еще я заметила, что бывает так, что ну вот когда перестаешь там читать, смотреть чужих людей, потому что понимаешь, ну да, может прилететь всякое. Вот. И понимаешь, что другие люди тоже вот начали писать, начали вот этим делиться, начали вот это все, вот эти страхи как-то вот разделять с другими, вот как-то мультиплицировать, вот это вот заново у себя постить. И все вокруг пытаются всех напугать. И я тут услышала, что страх это тоже агрессия. Потому что ну агрессия, вот эта вот тревожность, вот это вот все передать другим, это тоже агрессия в сторону других. Я сначала не понимала, как это может быть, потому что ну какая-то там Машенька, допустим, которая пустит у себя на странице там столько-то смертей, погибло столько-то, посмотрите, врач убирающий. Я не могла понять, почему, что же она такого делает, почему она уверена в том, что делает это хорошо. И тут у меня всплыло вот это вот, такое вот сравнение с мамой. Потому что если мама хочет удержать ребенка, хочет сделать хорошо ребенку, то можно там ему что-то долго объяснять, как-то с ним возиться, как-то его оберегать. Ну, намного проще сказать, выйдешь на улицу, тебя машина разпередет, да? Точно. Милиционер заберет вот это. Да, да. А еще проще вообще сказать, сейчас не будешь слушаться, я тебя побью, дам по попе. Вот. Это прям вот классика. Поэтому напугать ребенка, и тогда от него можно получить, ну, послушание. Тогда вот это, как бы такая забота, напугать, запугать, вот это вот все. Поэтому вот такие вот условно Машеньки, которые вот это вот постят, вот этот ужас, и его дальше распространяют, они уверены, что делают доброе дело. Они уверены, что вот они так помогают, что они так пытаются нас сохранить. Потому что как-то вот объяснить каждому, что нужно сидеть дома, еще что-то, это тяжело. А вот напугать всех, ну, это проще, это быстро действует, это очень эффективно. Ну, пугать всех, это очень, мне больно, когда меня пугают. Мне физически больно, мне очень плохо от того, что меня пугают. Я после этого очень плохо себя чувствую. Я там умираю, валяюсь на кровати. Я тяжело выдерживаю вот это вот. Поэтому я, ну, как бы, старалась не открывать вот какие-то сообщения чужие, какие-то вот эти вот всякие ужасы, не читать нигде, не это. И самое опасное было, что, допустим, вот написал какой-то пост там Машенька, которая моя подруга, которую я знаю, хорошая Машенька, мы с ней долго дружим, она классная. Ну, это же Машенька родной, практически человек. Открывай, а оттуда, а-а-а, оттуда какой-то ужас такой попер. И просто вот неожиданно вот. И как? Это же была Машенька. Это же была моя близкая подруга. А она вдруг вот так вот, и так меня ударила, и так болезненно это. И поэтому, что я хотела вам сказать, понимаете, это можно там вот сделать типа призыва, что вот, ну, дело чести каждого из нас, стать гадой на волне этого ужаса, не распространять этот ужас дальше, и всё такое. Вот стыд и совесть каждого из нас должны нам позволить. Вот это вот. Ну, понятно, что мне можно говорить, как правильно. Ну, я-то не послушаю. Я-то понимаю, что я умнее, что я лучше знаю. Есть такое ощущение, правда, что я лучше знаю, кто там что говорит. кто там что говорит, как правильно, я лучше знаю, я все делаю правильно. Есть такое ощущение. Поэтому говорить сейчас людям и призывать, что вот не распространяйте страх и ужас, потому что делаете больно другим людям, это немножко бесполезно. Но если очень страшно, я заметила по себе, что если очень-очень страшно и начинает колотить вот так вот, что не знаешь, что делать, просто плохо, тогда можно попробовать сконцентрироваться на том, что чувствуют другие. Вот просто очень-очень внимательно посмотреть на других. Вот окружающих, те, кто будет читать то, что я напишу, те, кто будет... Как они будут себя чувствовать? Что они чувствуют от того, что я говорю? Как-то вот пытаться не на себе сконцентрироваться, а на других, что? Стыдно других заразить ужасом, стыдно другого ударить, стыдно другому сделать больно. А что чувствует вот сосед ближайший, а что чувствует это? И мне кажется, что если мы будем концентрироваться на том, что чувствуют другие, не на том, что я... Я, не страшно, не страшно, сейчас я хочу со всеми поделиться этим, я хочу всем рассказать, какой ужас ужасный происходит. Чем больше я хочу рассказать ужаса другим, а другие люди, которые мне доверяют, откроют этот ужас и получат такой вот удар под дых, какой я получила в вашем фильме, тем больше я эгоистичнее, тем больше я заботюсь о себе, тем больше я добавлю вот этого ужаса везде, вот в этот интернет, вот в мое окружение, и он опять ко мне вернется, вот это все, вот этот весь этот кошмар. А если я буду не на себе концентрироваться, а пробовать, подумать, что говорят другие, даже не что говорят, а что чувствуют другие, то, возможно, в этот момент не будет так страшно, потому что пока думаешь о других, не так страшно. Вот, вот что я хотела рассказать, что вот, мол, пробуйте почувствовать, что вы делаете другим. Это правда. Пока ты рассказывала, у меня такая мысль возникла, какая-то поговорка такая есть, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Вот, мне кажется, это в нашей ситуации сейчас подходит, когда реально люди хотят причинить помощь, помочь, да, напугать, настроить на какой-то путь истинный, а на самом деле, да, вот причинять какие-то чувства болезненные другим людям, да. Да, вот это, спасибо, Анечка. Да, вот это я вот хотела как-то так сказать, что, что вот, мол, даже о том, что вот в Швейцарии, например, какой подход к этому, к коронавирусу, к этим всем, они говорят, взрослые люди должны сидеть дома, сидите дома, мы о вас позаботимся, мы вам всё привезём, всё, а остальные люди, которые взрослые, ну, выходите, работайте, живите нормальной жизнью. Нету такого, чтобы вот всех напугать, всех разогнать, всех вот это самое, всем вот это вот так, чтобы всем было страшно, и чтобы все сидели по домам. А в каких-нибудь таких более, более жёстких странах, вот есть одна очень жестокая страна, в которой прям вот приняли отдельный указ, кроме того, что всех там пугают всячески, приняли отдельный приказ, что должны оставаться открытыми ломбарды. То есть это страшная жестокость, это страшная жестокость, сначала напугать людей, а потом оставить им открытыми ломбарды. Да, непонятно, в какую сторону это сделано, чтобы, может быть, как-то обеспечить финансовую безопасность, да, но это звучит, да, достаточно смешно, я здесь согласна. Вот, а вообще, какие новости из Италии, как там проходят? Потому что у меня есть студенты из Литвы, и они говорят, что вот их уже там ещё две недельки поддержат, и всё, и выпускают уже. Вот. Как у вас там обстоят дела? Ну, из того, что мои говорят, они сидят дома, на улицах никого нет особенно, но можно выходить, как бы все магазины полностью обеспечены товарами, поэтому спокойно можно выходить. Каких-то вот особых заболеваний, особого количества заболеваний не увеличилось. Кроме того, что мне там нашли ребята, данные ИСТАД с прошлого года. Если я... Так, меня не выбило? Или меня выбивает, или нет? Тебя будет выбивать, да, да. А, я не... Да, я не подготовилась опять, простите, ребята. Вот, данные ИСТАД. ИСТАД, это... это такое вот агентство государственное, которое просто считает, ну, как бы считает все вот эти самые, и всю... всю статистику, да, и сравнили статистику за март, количество смертей за март 2019 года и количество смертей за март 2020 года. Просто количество смертей. Вне зависимости от того, есть коронавирус или нет. Я прямо эту статистику запущу потом на Инстаграме здесь. Так, в прошлом году смертей вот там вот, когда 90-95 лет, оно чуть-чуть увеличилось примерно на 10%. А уже те, которые вот 65 лет и ниже, количество смертей не изменилось. Март 2019 и март 2020 общее количество смертей не изменилось. Это данные ИСТАД, это данные статистики. То есть, как бы, ничего такого особенного не произошло. Да, понятно, что испугались, да, что там все закрыли, всех закрыли. но, в общем, мои ходят очень спокойно к этому всему, относятся. Стараются там обрабатывать, обрабатывать руки разными там антисептиками, всем таким, но очень-очень спокойно к этому относятся. Никакого особенного ужаса не происходит. Ну, не знаю, вот, понятно, что про Италию. Я сейчас хочу у смотрящих эфир спросить, мне очень интересно, кто в каком городе, кто в какой стране, напишите, что у вас происходит, потому что у меня студенты из разных городов, из разных стран, я потихоньку собираю информацию. Вот, мне очень интересно узнать, что смотрящий эфир у вас. Сейчас напишите, прочитаем, вот, такую небольшую свою статистику соберём. Пока тебе только там несколько приветов передавали, напишут. Привет всем, всем привет. Ну, пока мы ждём, напишите, что у вас, вы работаете на удалённой работе, или, может быть, вы всё ещё ходите на работу, может быть, вам стали выплачивать пособия, мне интересно, как это происходит, потому что в Канаде сейчас такая вещь, что многие, многие, да и в Америке тоже, подают сейчас заявление на получение пособия по потере работы, но эти пособия, чтобы это всё оформить, документы переслать, печать поставить, подтвердить, это занимает, конечно, время. И сразу же никому государство деньги не выплачивает, если выплачивает вообще. Вот. ой, ты знаешь, из Виталия есть тоже такая же вот штука, тоже будут выдавать пособия, всем оплату, там уже утвердили закон отдельный, но опять-таки, пока закон это всё разработает, это нужно, конечно же, всем нужно бы получить этот СПИД, это электронный код, электронного доступа, для того, чтобы самостоятельно заполнять запросы, чтобы это всё электронным способом. Пока люди получат СПИД, пока разберутся, это будет долго. Поэтому, знаешь, что сделали итальянцы? Они просто выделили деньги прямо каждому муниципалитету, мэр города на месте, ему легче сориентироваться. И прописали отдельно, что вот, мол, прям вот очень мягкие критерии, что нету жёстких критерий, что прям вот на усмотрение власти, всем людям, которые нуждаются, всем людям выделять вот эти деньги, оплачивать, покупать продукты. Так, Соренто, жёсткий карантин. Тебе удобно прочитать там, Манечка? Да, я читаю, да. Италия, Соренто, жёсткий карантин. На пособие отправили, но ещё выплат нет. Алёнушка пишет. Вот. Следующий комментарий. Я живу в провинции Кома, всё спокойно, ходим в супермаркет и аптеку. На данный момент получаю пособие по безработице. Угу. Интересно, да? Значит, всё-таки как-то отличаются, да, как ты говоришь, в зависимости от муниципалитета. Угу. Вот. И тогда получается, что каждый мэр в каждом городе может сам подумать, кому там, ну, как-то вот на местах, особенно если это маленькие городишки, на местах знают, кого в сложной ситуации, поэтому просто либо там продуктами помочь, либо выделяют вот эти вот бонни спезы, ну, то есть такие вот небольшие суммы на покупку продуктов, поэтому как-то вот никто не остался прям вот совсем. Ну, у Виталии это вообще невозможно, чтобы кто-то остался без помощи, чтобы остался так. Потому что в самом худшем случае есть каритасы, которые всегда раздают вот бесплатную еду, поэтому как-то вот Виталии это очень нормально. А Виталий, знаешь, кому сложно? Виталий сложно тем, кто очень состоятельный, потому что если ты, если ты очень богат, то у тебя тут же, у налоговой появляются вопросы к тебе. И опять-таки, если ты очень богатый, хочешь выехать и думаешь, вот я поеду там прогуляюсь, то тут же стоят полицейские, которые говорят, нечего гулять, разворачивайся. И еще и штраф не пишут, поэтому как-то вот... А просто без помощи не остается никто. Ну, то есть как бы сложно получить какие-то преференции. Вот еще вижу комментарий, пишут, добрый вечер, мы дома все без контракта, я, двое детей и муж, живем в Лолисполе, правильно я читаю? Да. Дочь работала баристой без контракта, сейчас дома, еще есть ребенок 4 года, мужу кончился контракт временный в феврале. То есть там с работой, да, наверное, что-то, работы отменились все. Ничего не получаем и не знаем вообще, что положено. Есть контракт на квартиру, сидим дома и ходим за продуктами. Тоже. Закрыли людей. Я живу с тремя грузинками, никто из них ничего не получил. И мне, к примеру, по безработице и ноль. Ну, это люди пока еще не сориентировались. Да, наверняка. Да, им тяжело пока понимать, потому что вот пока не сориентировались, пока не задали все эти запросы, раньше, знаешь, как было? Раньше было так, что везде были эти КАФ, и можно было прийти в КАФ, и можно было вот запросто как-то там, о тебе заботились, как-то вот это вместо тебя подавали все документы. Сейчас, когда прийти физически в КАФ нельзя, нужно самому прочесть, нужно самому сесть, нужно самому заполнить. И из-за этого, конечно, людям сложно, потому что, ну, как-то вот, когда вот такое большое количество людей, раньше были специально, государство оплачивало работников КАФа, они вот это вот собирали и отсылали онлайн, заполняли эти все модули, вот это все, вводили все данные в систему. Это было просто брать из физического мира от людей и вводить это в систему онлайновую. И тогда эти сотрудники КАФа говорили, вот все, тебе придет домой карточка по почте, на этой карточке будет столько-то денег, ты можешь ходить, вот их получать. Причем, если человек что-то недопонял или что-то не знает, он мог еще раз прийти в этот КАФ, еще раз ему могли объяснить, потому что это были сотрудники прямо вот на зарплате у государства. Сейчас некому, ну, как бы, нет возможности прийти к ним, физически нет. Каждому придется самому разбираться с тем и научиться самому вводить вот это вот в интернет, вводить в эти системы. Остались те же самые системы, та же самая система безопасности, та же самая система вот обеспечения всех социальными социальными благами разными, поддержки, взаимной социальной поддержки. Все то же самое осталось, только сейчас нету того, кто берет от вас информацию и вводит ее онлайн, а придется самим это делать. И это, да, это усилие, это то, что, какая польза от коронавируса, что заставит нас думать. Да. Раньше прийти ножками и сказать, эй, вы, сотрудники КАФа, а ну-ка мне тут быстро сделали. И они так, да-да-да-да, си-си-си-ни-ори, си-си-си-ни-ори, ну, тем более, что это вот, ну, хорошее отношение, им же положено хорошее отношение к людям и вот это вот все. А сейчас нету некому и придется самому, конечно, это делать. И особенно вот, ну, как бы, бывает так, что вот работодатель даже просит вот этих сотрудников, я за вас подам, откройте хотя бы СПИД себе. Ну, СПИД – это такой код доступа специальный там, как бы мой паспорт и мой код доступа, что я захожу с любого компьютера. То есть если у человека есть мой СПИД, он под видом меня может зайти с любого компьютера. И работодатель даже говорит, откройте СПИД, я за вас подам, у меня секретарь сидит, она загрузит вместо вас. И тогда ей говорят, а что это я СПИД буду открывать? Зачем это мне СПИД открывать? Может, это не надо, работодатель хочет какую-то гадость. Наверное, работодатель – враг. Поэтому, конечно, это очень мило, придется перестраиваться, да, придется перестраиваться и самим учиться, самим это делать. У нас тут такая беседа разгорается сейчас. Я сначала хочу поделиться тем, что я по этому поводу думаю, и там прям 3-4 вопроса я зачитаю. В общем, согласна, что в бюрократии это не очень легко, потому что раньше, когда я в России жила, тоже там паспорт обновить или что-то вроде того, можно было прийти и говорить, что делать. И там женщина с суровым лицом хоть и сидела, но говорила там заполнять такую-то форму, идти туда-то, туда-то, там приносить такие таксерокопии. Когда же я переехала в Канаду и оказалось, что таких женщин с суровым лицом там просто не существует, конечно, приходилось прикладывать усилия, еще у меня тогда был, наверное, не очень хороший английский, и приходилось сидеть по 2-3 часа в интернете со словарем переводить, что же там написано, какие-то логины, пароли, создавать, создавать, конечно, это легко, к этому нужно привыкать, приноровиться. Вот. Так, смотрю, что там пишут, а вот такой вопрос, у кого есть контракт на квартиру, им что-то положено, читала в Фейсбуке, что вроде тоже положено, но там много обмана. Знаешь про обман в Фейсбуке у вас в Италии? Что же тебе приходилось там? Вот. В Фейсбуке много чего есть, конечно же. Есть вот этот вот декрет Кура Италия, он там тоже указано, что есть фонды, которые будут доплачивать к арендной плате. Я все собираюсь этот контракт, этот декрет перечитать, найти эти фонды, изучить, как к ним попасть. Я собираюсь это сделать. Но каждый из вас точно так же может почитать и узнать. Фонды есть, специальные фонды для того, чтобы помочь с выплатой арендной платы. Это раз. Во-вторых, контракт арендной платы попадает, это обычный контракт. В обычных контрактах всегда есть формула форса маджора, то есть, что невыполнение обязательств, возможно, при наступлении там сложных каких-то обстоятельств. Поскольку пандемия мировая, она явно попадает под форса маджоры, поэтому человек, даже если перестает временно платить, ему нельзя это вменить в вину, потому что он может не выполнять, предусмотрено это законом, предусмотрено контрактами, что можно не выполнять условия договоренности, если такая вот наступает ситуация. Поэтому, если вы прям совсем не можете платить, понятно, что нужно позвонить, написать этому владельцу и сказать, друг, такая ситуация, пока не могу, потом заплачу, либо потом найду, кто мне поможет это заплатить. И наверняка владелец контракта пойдет вам навстречу, потому что там тоже человек. если владелец квартиры совсем как-то не идет на контакты, то спокойно, он не может выгнать все равно, потому что контракт защищает арендодателя, то есть это можно отложить, можно просто проинформировать владельца квартиры, что я не могу сейчас платить, заплачу потом, через год, через шесть месяцев. И все, и этого достаточно. То есть, как бы, люди, не бойтесь, это все настолько мелочно, настолько все просто решается, что закон очень сильно защищает всех, кто проживает в аренде. Так, у нас пропала Анечка, ее выбили. Лена, я слышу тебя, но почему-то себя не вижу. Давай. Если ты не наступил, то можно продолжать. Да. Да. А, у тебя повернулась почему-то видеокамера, да. Мы что-то видим, мы что-то видим у тебя. А, вот, все. Вот, поэтому как бы это не настолько сложный вопрос, чтобы его бояться. Это всего лишь поставить в известность, поговорить с владельцем квартиры, поставить его в известность о том, что вы пока не можете. И отложить. Ну, сказать ему, что не то, что я не буду вообще не платить, просто откладываем это до ухих времен. Вот, еще пишут, значит, запрос в пенсионный фонд вчера сделала на ПИН. С кошмарной сложностью лишь 12 ночи мне написано, что получу код. Но, увы, сутки проходят, а результата нет. У меня здесь такой вопрос, правда ли, что итальянцы, они так вальяжно обещают сегодня, но выполнят, может быть, завтра. Бывает такое вот, что кода нет? Ну, понятно, что система упала, потому что все большие сайты, они не были рассчитаны на такой поток людей. То есть, ну, из ПИН можно было запросить спокойно, и ПИН можно было запросить спокойно. Когда вот я запрашивала там для сына, это, ну, заняло, не знаю, два дня, может быть, спокойно. сейчас понятно, что это все будет занимать какое-то большее количество времени, потому что, как бы они ни старались упростить процедуру, понятно, что это не будет просто, потому что все вошли. Когда все входят на сервер, серверы падают. И да, ожидайте, что им пока не сможет отвечать. Пару дней будет такое, вот все ломанулись, и да, так будет. Но это нормально, это ожидаемо. Ну, понятно, лучше, чем ничего, наверное, да? Ну, то есть, даже ничего, это было ожидаемо, что серверы упадут. Они не выдерживают большой нагрузки, они не были рассчитаны на то, что миллионы людей вдруг подключатся и станут просить ПИН одновременно. Просто чуть-чуть подождать, пока схлынет волна. Ну, ладно, да, хорошо. Слушай, а как ты думаешь, у тебя сейчас есть какие-то знакомые, кто собираются переезжать в Италию? Мне вот интересно, будущих иммигрантов, которых в процессе как-то этот вирус затрагивает вообще? Ну, будущих иммигрантов, конечно, что все приостановили практики, потому что понятно, что мы там не можем ничего делать. То есть, если это были практики такие простые, получение ВНЖ резиденции Лютива, которые были здесь, ну, можно делать все здесь, то понятно, что на них никак не повлияло. Но это такая вот не очень хорошая, не очень хорошая ВНЖ, о которой я всегда каждый раз предупреждаю, и как бы он такой себе, такой себе, очень так себе. а настоящие ВНЖ, которые исправили работу, понятно, что приостановили, то есть, как бы делаем ту часть, которую можно делать здесь, подготовительные какие-то, но пока там не открылись офисы, пока там нет возможности, то понятно, что это, да, это остановка, остановка всех работ, всех действий, даже те, которые мы там подали на первые запросы, все равно непонятно, как это сейчас пойти забрать. это приостановило всех, все переезды вот как-то вот притормозились, да, с этим вирусом. Ну, да, очень интересно. У меня есть знакомые, которые переезжают также в Канаду, и у них все нормально сейчас идет. В Канаде офисы работают до сих пор. Вот это вот очень интересно вообще было узнать. Наверное, как-то они там изолированно работают, либо удаленно, но, в общем-то, процесс хоть чуть медленнее, но идет. И единственное, только очень жалко людей, которые через учебу собирались эмигрировать, потому что, конечно же, сейчас непонятно, начнется ли учеба в сентябре. Вот. Поэтому учащиеся, которые там собираются поступать на сентябрь или даже зимний, там, синистр, им придется наверняка либо узнавать, как деньги возвращать, либо запасной вариант искать. Поэтому вот, люди, которые там переезжают через бизнес, наверное, скоро после вируса, у них как-то пойдут лучше дела, да, потому что все-таки после вируса нужно будет восстанавливать экономику. Ну, вот по учебе сейчас, наверное, не лучшее время переезжать. Ты знаешь, буквально в прошлом году была такая история, что у нас одна девочка, она не успела поступить в сентябре, что-то она там возилась, возилась, не успела поступить в сентябре, потому что она там планировала другие какие-то дела. И мы с ней услышались в октябре. И она говорит, ну, я хотела поступить в университет. Простите. Так, Женя, вижу, к нам присоединился. Привет. Так, у меня голос садится. Вот. И она не успела поступить в сентябре, но у нее был, она выбрала университет, в котором был недобор. Мы написали. Так, вот. Был недобор, и мы написали в этот университет, и они радостно написали, что они нас ждут. Мы связались с Камарину, по-моему, даже. В Перудже мы связались с основной СЭДе. И они написали в посольство, и посольство сделало предзапись. Потом с опозданием в общем, и визу ей дали, и все, и она приехала на учебу в ноябре практически. И тогда не было еще коронавируса, было просто, ну, просто человек, опоздал. Поэтому, тем более, в связи с коронавирусом, наверняка, ко всем будут очень благосклонно относиться. Наверняка, всех этих студентов постараются поддержать. Наверняка, это учеба, даже если начнем с опозданием. Ну, к сентябрю, то уже все затихнет, все уже разберутся, успокоятся. Но, если будет какие-то задержки, то наверняка, можно будет это все писать с посольствами, с университетом договариваться. Я думаю, что, что это, ну, как-то вот будут радостно идти на встречу. Я в этом даже уверена. Ну да, это очень интересно, потому что сейчас я вспоминаю, когда я переехала учиться в Канаду, первый год моей учебы, все преподаватели решили устроить забастовку. И они устроили забастовку, и учеба начиналась только вот где-то в конце сентября. То есть, сейчас мы смотрим во всем виним этот вирус, вирус, а по факту такие непредвиденные ситуации, они и раньше встречались. Да, вот очень интересно мне это сейчас наблюдать и сравнивать. Ну да, раньше они тоже были, только не было такого вот этого всего орела, страха и ужаса. И тут же вирус, ааа, ну нет и нет, проблемы и проблемы. Да, вот очень правильно ты сказала, спасибо тебе за этот пример, что, ну да, может случиться все что угодно, человек может просто там растянуть связки на ноге, поэтому опоздать, но тоже все находили спокойно какие-то вот возможности как-то это все восстановить. Ага, Полина пишет, обучение пока на паузе, у меня в мае должна была начаться программа, но пока все отложено. Угу, понятно, значит, наверное, как-то они будут на онлайн переходить, у меня сейчас знакомые, кто еще учится, в магистратуре, они говорят, что все классы, значит, в университете перевели в онлайн, быстренько как-то все сориентировались, раньше было, наверное, 10% занятий онлайн, теперь уже все 100, и было очень интересно смотреть, как буквально за несколько дней все собрались и, значит, перешли в онлайн. Да, да, у нас тоже, у нас даже дети вот перешли, потому что у меня хороший вот этот второй класс, и все, вот эта вот платформа, сначала попробовали на старой платформе школьной проводить уроки онлайн, она, конечно же, не выдержала, когда все дети подключились, она не выдержала, потому что серверы не были, и на это рассчитаны, но буквально за два дня там нашли другую программу, установили, и все, дети занимаются, через день спокойно занимаются с учительницей, со всеми. Да, онлайн-обучение это не так эффективно, конечно же, как личное, но тем не менее, ребенок был очень рад, когда увидел там и друзей, и учительниц, и всех, и все занимаются онлайн, даже если это будет на паузе какое-то время, то я думаю, это восстановится быстро. Угу. Лена, тебе тут пишут комплименты, я не могу не прочитать их, у вас нервный физик голосок, вам сложно, тебя поддерживают. Спасибо, спасибо. Полина опять пишет, не хочу онлайн, мне было интересно изучать искусство именно в музеях, буду ждать ученого обучения. Да, все-таки не все профессии, оказывается, и все обучение можно в онлайн перевести, как мы с тобой учились оффлайн, онлайн, это все, вот так и, ну, понятно, что с агедемическими специальностями, особенно, врачам, наверное, каким-нибудь, это невозможно прооперировать онлайн, поэтому, да, ну, искусство в музеях, это, может быть, можно как-то менять программу, да, там, и потом перебестись на какое-то другое отделение, но вот кроме как лавировать, наверное, ничего больше нельзя поделать. Да, мне кажется, что это какое-то время можно поизучать теорию, понимая, что это же не навсегда, что это просто какое-то короткое время, но, конечно, общение, живое общение, это совсем другое дело, живое общение, социальное давление, это несравнимо, и эффективность другая, и все другое. Да, да, это правда, есть такое, конечно. Так, что-то я еще хотела спросить про Италию сейчас по эмиграции, интересно, а вот тебя пустят обратно в Италию сейчас, или придется все-таки сидеть в Питере? Ты знаешь, вообще ничего не летает в Италию, поэтому, поэтому, ну, как бы, если бы я оказалась каким-то образом в Италии, то закон предусматривает, что я имею право вернуться на место прописки. Понятно. Если бы мне сейчас дойти пешком до границы там с Германией или с чем-то вот это самое, то меня впустят точно. Но идти пешком через всю Европу, вплавь через Финский залив, как-то мне вот кажется, кажется, конечно, меня дома ждут, но я думаю, не настолько, чтобы вот как-то вот ехать через все границы. Очень много людей, конечно же, рванулось, поехала там на машинах своих еще как-то через границы, через все. Но мне кажется, что это прям вот ничего такого особенного не происходит, чтобы бросить все свои планы и ломануться. Ну да, неудобно, что нельзя там, я собиралась вернуться шестого, но сейчас вернусь там на месяц позже. Ну как бы, ну месяц позже, два месяца позже. Как-то так. Жизнь продолжается, это ничего особенного, так сильно не поменялось. Да. Полина пишет, атмосфера в Италии и присутствие живой, моя мечта. Подождем немного, и все будет хорошо. Ну вот, мне кажется, позитивный настрой, это очень важно, одно из самых главных критериев, не только сейчас, но и вообще, да, в нашей жизни. Вот, пишут вопрос. Елена, скажите, пожалуйста, мой муж оформил помощь в 600 евро, плюс подал в феврале помощь к Пасхе. Муж и дочь школьница прописаны в квартире. Подскажите, возможно ли мне подать заявку на продуктовую помощь? Да, полагаю, что заявку подать можно, потому что, опять-таки говорю, там в законе написано, что нет жестких критерий, и если у вас правда тяжелая ситуация, то ее можно подать, конечно же. Там написано очень так мило, послушай, очень так мило было написано, потому что там Пискарский мэр вот получил эти деньги, пробует разделить и пишет, что эта помощь не положена тем, у кого на счету 10 тысяч евро. Другие говорят, а, знаешь, мэр такой гад, он вообще снизил эту планку до 5 тысяч евро. То есть, если у вас на счету 5 тысяч евро, то продуктовая помощь вам не положена. Угу, понятно. А если, ну, как бы, продуктовая помощь это тем, у кого сложная ситуация, кому не за что покупать продукты, сейчас им пока дождутся каких-то вот других выплат на это время, вот на сегодня, на завтра, тогда да, тогда запрашивайте вот эту вот продуктовую помощь. Понятно. Ой, мне как бывшему банковскому работнику очень интересно, как это происходит в Италии. Как государство узнает, сколько именно денег у тебя на счету? Потому что это очень важный вопрос. Ну, это такое, прости, что же это такое? так, так, еще у меня голос садится. Вот. Так, Италия, это, конечно, в этом случае Италия впереди планеты всей, потому что в Италии все наши счета напрямую связаны с налоговой. налоговой прямой доступ к нашим счетам это раз. Во-вторых, в обязанности работников банка, прямо вот прописано, уведомлять государство и уведомлять налоговую, когда на счету происходят там какие-то движения. если я даже мои деньги хочу снять со счета вдруг пять тысяч или я вдруг принесла на счет положить три тысячи, то сотрудники банка прям вот обязаны да что же такое то сотрудники банка прямо вот обязаны позвонить в налоговую, сообщить, предупредить и все такое. Поэтому на сегодняшний день если мэр города говорит, что если у тебя на счету пять тысяч, то тебе не положено в момент запроса вот этой продуктовой помощи будет написано внизу мелкими буквами я заявляю о том, что я соответствую всем этим критериям и беру на себя ответственность согласно такой-то такой-то статье. То есть эту ответственность перекладывают на того, кто пишет заявление, потому что если вы пишете заявление и пишете у меня нет там, ну как бы не будете отдельно писать, что у меня нет на счету столько-то, просто что вот я заявляю, что я соответствую критерию, значит предполагается, что у вас на счету нет этих денег. А есть отдельная статья кодичи пенали уголовного кодекса, которые обязуют говорить правду сотрудникам государства. То есть прямо уголовная ответственность предусмотрена за то, что я, например, если я дам какие-то неправильные, заявлю неправду административным работникам, работникам администрации, то я за это несу ответственность. И если потом где-то окажется, будет выборочная проверка, если окажется, что я заявила, что нет у меня таких тысяч, а оказывается, что они были, то понятно, тогда это уголовная ответственность. Такие шутки, конечно, лучше не шутить. Ну и понятно, да и зачем, это было бы нечестно даже. Ну да, это понятно. Просить продуктовую помощь, если на счету много денег, это значит забирать тех, у кого действительно нет. Это было бы нечестно. Ну да, очень интересно, похожая схема в Канаде, тоже банковские работники обязаны, конечно, сообщать, если какая-то большая сумма проходит, спрашивать, поэтому, да, не знаю, как в России устроено, вот я живу в России и вообще не имею понятия. Если кто-то здесь есть, бывшие или настоящие банковские работники в России, напишите. докладываете ли вы о наших доходах. Вот. Ну, хорошо. Так, что-то мы еще хотели про иммиграцию именно обсудить или все вопросы тут у нас плюс-минус оказались закрыты. Сейчас я смотрю, что здесь есть. Ну, мне кажется, что мы все примерно обсудили. А вот это главное, что я хотела сказать, чтобы не распространять вот этот страх. Да, это правда. Думать о других тогда не будет страшно, если думать о других тогда не будет страшно, если пробовать почувствовать, что чувствуют другие. вот. И да, и что иммиграция это ничего особенного не меняет, потому что все равно мы остаемся на интернете все связанными. Можно приезжать, мир сейчас стал маленьким. Если у меня там дом где-то там, а я нахожусь в Петербурге, это еще ничего не значит. Сейчас это можно переехать в любую. В Канаду, мне кажется, посложнее, потому что все-таки 14 часов перелет. Это правда. Это правда. Не налетаешь раз в неделю на выходные. Ну, тоже можно. Тоже можно. Сережа к нам присоединился, здоровается с нами. Привет. Сергей. Так, и кто-то еще пишет, никогда не думал, что сотрудников банка должны уведомлять Гвардия Ди Финанса. Что это? Налоговая Служба. Гвардия Ди Финанса это налоговая. Да, в Италии сотрудники банка обязаны уведомлять налоговую службу. И если у вас с директором банка хорошие отношения, то он вам скажет, слушай, нанеси эти деньги мне в банк, иди с ними отсюда, иди отсюда. А если с директором банка не очень хорошие отношения, то будет так вот, как две недели назад звонит мне бухгалтер, не бухгалтер, а адвокат, молоденький какой-то адвокат. О боже, о боже, клиенту арестовали, налоговая имеет к нам претензии, что делать? Я говорю, какая налоговая, какие претензии, за что? Он говорит, спокойно, да ладно, сейчас у них претензии, сейчас еще посмотрим. Не, не можем уже посмотреть, они уже арестовали 500 тысяч на счету. Я говорю, ааа, откуда деньги пришли? А мы все делали правильно, откуда деньги пришли? Все знал директор, откуда деньги пришли? Поэтому, да, если, если неправильно, если неправильно действовать, то и директор банка ему на вас наплевать, потому что мы просто один из клиентов, то, конечно же, уведомит, конечно же, налоговая сделает свои какие-то ходы, и да, да, но в Виталии, конечно, директоры, ну вот директора, вот банковские сотрудники, по большому счету, стараются беречь вот своих клиентов и тоже им говорить, объяснять, что послушай, если ты переводишь деньги, допустим, из России, то тогда это все хорошо, тогда дай нам контракт, например, что ты продал дом. Ну, как-то вот они стараются помочь, поэтому с ними всеми можно говорить, и все это можно делать нормально, разумно, чтобы не оказалось, что деньги потом заблокированы. Пишут, а как же прайвази? Приватность, наверное, да, какая-то? Да, 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 какая в наше время прайвази, ну, прайвази, да, да, налоговая же не рассказывает вокруг, налоговая же не рассказывает никакие ваши данные, правильно, она только сама обрабатывает, нет, конечно, прайвов уже давно нет в нашем мире, поэтому, ну, да, в контрактах, на всех этих везде стоит маленькая приписка, что я даю разрешение на то, чтобы, ну, то есть все эти контракты, это всегда, там столько уловок, там столько возможностей обойти любой закон, любые претензии, поэтому, когда пишут контракты, то уж, уж поверьте, что проще, конечно, сначала знать и сначала как-то вот уберечься так, чтобы у всех все было хорошо, и директор в первую очередь заинтересован, чтобы у всех все было спокойно, поэтому прямо его спрашивать, да. Это прям тебя благодарят за ответ, мы так полно с разных сторон его обсудили, пишем спасибо большое. Так, ну все, я думаю, что мы будем прощаться, потому что у меня тут уже получается, что Инстаграм вот скоро нас закроет, спасибо Анечка за то, что поговорила с нами, что помогла мне провести вот это вот, что в одиночку, оно было бы, конечно, намного сложнее. Ну хорошо. Ой, я тоже очень рада, как-то мы здесь посидели и узнали о ситуации, да, несколько вопросов разобрали, Полина пишет, спасибо большое, Марина там машет нам, поэтому, мне кажется, мы как-то о множестве. спасибо всем. Лен, ну ты сохраняешь эфир себе, правильно? Я не знаю, пока, но мы это вот после этого, а, его нужно было сохранять во время, во время или потом? Как в прошлый раз. Да, да, мы потом как-то вот это вот разберемся. Так, все, ребята, я вас тоже всех благодарю, спасибо за то, что пришли, за то, что были, всех обнимаем. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...